Беларусь начнет финансировать ряд проектов за счет кредита России. В списке 15 импортозамещающих программ в сфере машиностроения и микроэлектроники. В планах заработать, вернуть средства и получить от этого свою рентабельность. Первую поддержку окажут уже к концу года. В социальных сетях мошенники начали обманывать покупателей елок. Беларусы переводят деньги за новогоднее дерево, но так и не получают желаемого. Затем все связи обрываются, а аккаунт становится недоступен. Правоохранители напоминают, не стоит доверять сомнительным интернет-маркетам. В городе задержаны наркодилеры. Мужчина и женщина раскладывали по тайникам наркотики. Изъято около 70 грамм психотропов. Местные жители пояснили, что работали на наркомаркет около месяца. Забирали крупные партии и расфасовывали на более мелкие дозы. Возбуждено уголовное дело. Бобруйская теплоэнергетика готова к морозной зиме. Только в этом году заменили 9,5 километров тепловых сетей. Провели гидравлические испытания трубопроводов, проверили оборудование и сделали ремонт. Заготовили более 5000 кубометров дров и еще больше щепы. В Бобруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Парад запланирован на 17 декабря. Маршрут социалистическая Максима Горького. Колонна из нескольких десятков сказочных персонажей начнет движение в 16.00 от Театра драмы и комедии. Завершит на площади Ленина.